но в семейных отношениях неразвитые семейные отношения мы наслаждаемся друг другом можно правду сказать нет можно будет скандал ну как не будет как не вы ну как мы наслаждаемся друг другом вы говорите правду мужу это его наслаждает нет а но уметь насла объяснить это уже не наслаждение уметь объяснить это уже любовь мы говорим про наслаждение мы наслаждаемся друг другом и потом ты ему говоришь этому человеку которым понаслаждался им ты ему говоришь ты чё так пьешь Он смотрит, ну хорошо, время подобрало, а он как бы с похмелья. Или он поел, допустим. Накормило его, он такой наелся, такой сидит. И у вас отношения вот такие вот, отношения, в которых вы просто наслаждаете друг друга. И вы ему говорите, ты что так пьешь? Он такой, наслаждается только вами. Он говорит, порядочно, и что такое порядочно, мы разберемся чуть попозже. Итак, он смотрит на тебя и говорит, если тебе не нравится со мной, я найду себе другую. С другой, то есть, буду наслаждаться. С другой, буду наслаждаться. Почему? Потому что, если я наслаждаюсь только с человеком такой тип отношений, значит, я не буду слушать. Зачем мне это слушать все? Я просто наслаждаюсь человеком. Я не хочу никаких аскез. Я просто живу, как могу с ним. Я говорю, я как могу, так и живу. В чем проблема? Если тебе не нравится, до свидания. Будем жить с другим человеком. Мои хорошие, слушайте внимательно. Мы с вами разбираем разные уровни развития семьи. Для чего мы это делаем, чтобы нам развивать семьи? Мы взяли самый низкий уровень развития семьи, когда люди просто балдеют друг с другом. Им хорошо. У них нет никаких обязанностей. Они просто наслаждаются жизнью. В этой ситуации можно сказать близкому человеку... Вы можете сказать близкому человеку правду? Да. Он слушает вас? Спокойно? Скрипит зубами или нет? У вас уже развитая семья. И не надо мне только рассказывать, что она возникла в результате вот этого. Ля-ля-ля. То есть она возникла в результате того, что вы пытались заботиться друг о друге, служить друг другу, терпеть друг другу. Правильно. Но вы должны сейчас понять, что откуда берется. Понимаете? Потому что, если взять фильмы, допустим, которые мы смотрим и пытаемся понять, как счастливо жить с другим человеком, то по этим фильмам что мы видим? Мы видим, что люди катаются на машинах, наслаждаются друг другом, они балдеют там, на море ездят там и так далее. И как бы им хорошо с друг с другом. Это означает счастье. Мы так это все видим. И сказки, как они сказки? Дальше. Смотрите, сказки. Люди добивались друг друга, добились. Счастье возникло между ними. Дальше что? Они стали жить, поживать и добра наживать. А кто сказки конец, а кто слушал молодец. Дальше ничего не раскрывается. Понимаете, что там было? Сколько тарелок разбили о голову другого. Ничего уже не говорится. Говорится просто вкратце. Жить, поживать, добра наживать. Все. Точка. Почему? Потому что жизнь самая начинается потом. И об этом сказках не принято говорить. Принято говорить, как мы добивались, как мы добились друг друга, как мы стали счастливы и до свидания. А потом уже до свидания. Дальше уже сказки не рассказывают, потому что жизнь начинается. Жизнь. Почему девушки в древней культуре, когда замуж шли, плакали? Потому что они об этом знали, что жизнь начинается. Но так как мы насмотрелись фильмов, вот этих всех фильмов, мы насмотрелись, мы не знаем, что такое жизнь. Мы думаем, мне просто не повезло. Вот мне лично в семье не повезло. И поэтому я мучаюсь. А все остальные счастливы. Почему? Так как мы размышляем, потому что нет образования по поводу того, что на самом деле происходит. А на самом деле происходит следующее. Смотрите. В зависимости от того, насколько люди понимают, что такое любовь, настолько они счастливы в семейной жизни. Большинство людей под любовью понимают просто секс и наслаждение друг другом. Да, это энергия любви, но она эксплуатируется энергией любви. Чем больше она эксплуатируется, тем больше в семье страданий. Чем больше, чем больше мы эксплуатируем энергию любви друг друга, что происходит? Смотрите. Я наслаждаюсь близким человеком, я к нему привязываюсь. Если я с кем-то понаслаждаюсь. Вот как это происходит? Сейчас объясню. Допустим, девушка ходила где-то, она мне не нравилась, просто не нравилась, да? И она с кем-то ходила. Я это замечаю, нет? Нет. Вот смотрите, понравилась мне девушка, я начал ей наслаждаться. И она с кем-то начала ходить в это время, кому-то улыбнулась. Уже тяжело. Мне понравилась девушка. И она кому-то там улыбается. Моя девушка, мне понравилась девушка, она кому-то улыбается. Она еще не жена мне, мы с ней вообще не знакомы даже. Просто она кому-то улыбается другому человеку. Бардак. Видите, чуть-чуть я понаслаждался человеком, чуть-чуть. Я уже начинаю к нему привязываться настолько сильно, что я его считаю своей собственностью уже практически. Я даже, я не могу как бы, почему дуэли-то стрелялись эти все там эти, стрелялись раньше, на шпагах дрались. Почему? Потому что так привязывается человек. На девушку посмотрел, все мое. Кто-то, допустим, ей предложение сделал, до свидания. Я тебя сейчас зарежу. За что ты его зарезал? За что? Просто отнял у человека жизнь. За что? Просто за то, что этот человек тоже считает, что тот объект, который я себе присвоил, что это тоже моя собственность. Видите, как действует эгоизм? Это суровая штука совершенно. Страшная вещь. Страшная вещь, разрушающая жизни людей. Разрушающая жизни людей. Итак, смотрите, человек наслаждается близким человеком. Он живет в семейной жизни с женой. Это мы сейчас говорим о том, что он просто увидел. А если уже живет? Не просто увидел, а живет уже с человеком. Привязанность становится сильной. Привязанность означает негативная вещь, не позитивная. Что она делает, эта привязанность? Она делает человека ранимым по отношению к близкому человеку. Вот что привязанность делает? Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Правильно ведь? Очень ранимым человек становится. Близкий человек что-то сказал просто чуть-чуть не так, уже больно. А чужой сказал нет проблем. Смотрите, мы о чем с вами сейчас говорим? Что привязанность между людьми возникает само собой. Она нас не спрашивает. Мы просто влюбляемся в другого человека и сразу оп, между нами завязалась, завернулась какая-то сила такая, которая заставляет нас считать, что это моя собственность, раз. Она засчитает, заставляет меня желать наслаждаться этой собственностью. Она заставляет меня вести себя определенным образом к этой Личности. Считать ее своей. И если это, представляете, моя собственность, моя жена, моя собственность, имеет плохое настроение. Я прихожу домой, и моя жена, которая является частью меня, должна, по идее, меня наслаждать. Она имеет плохое настроение. Я подхожу к ней и говорю, слушай, ты что, не улыбаешься? Она говорит, я тебя что, трогаю? Встань от меня. Мне плохо, я тебя не трогаю. Я не могу улыбаться, у меня сегодня плохое настроение. Он говорит, нет, стоп. Давай разберемся. Просто так не бывает плохое настроение. Почему ты так себя ведешь рядом со мной? Я тебе что плохого сделал? Смотрите, то есть у женщины настроение, оно движется волнами. Потому что психика у женщины под влиянием энергии любви находится, которая движется циклами. То есть у женщины то цикл, то хорошее настроение, оно каждый день меняется постоянно. То хорошее, потом хуже, хуже, раз плохое. Когда у женщины плохое, она не может энергию любви никому отдавать. В это время она хочет побыть одной, отдохнуть, немножко успокоиться. Ей очень тяжело с кем-то общаться в это время, плохое настроение у нее. Она уединяется в доме. Когда у нее хорошее настроение, она ко всем липнет, всех целует, все хорошие, все, все классно. Потом раз, плохое опять наступило. Женщина не может этим контролировать это. Потому что в нее энергии любви или много поступает, или мало. В зависимости от того, сколько энергии любви поступает в нее, в психику, столько она может отдавать. Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что мужчина приходит домой, и так как он привязан к жене, он не может находиться в спокойном психическом состоянии, если у нее плохое настроение. Он не может. Ему становится крайне тяжело жить. Он становится рабом ее настроения. Результат какой? Скандал. На ровном месте. Теперь дальше второй вариант. Смотрите, второй вариант. Мужчина, как делать счастливой женщину? Как он делает ее счастливой? Мужчина делает ее счастливой с помощью внимания. То есть он наделяет ее своим вниманием. Он сфокусирует на ней и заботится о ней. Вся жизнь в этом доме протекает только для тебя. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Я сумею весь мир обойти. С неба звезды достать. Единственным стать. Для тебя, для тебя, для тебя. Женщине нужно внимание. Что это значит? Это значит, что она чувствует, что ее понимают, о ней заботятся. Ей хорошо, уверенно, спокойно рядом с этим человеком жить. И все нормально. Так? Теперь. Вот эта способность быть внимательным. Это естественная вещь для мужчины? Или нет? Ой, какие хорошие. Да. Женщина сказала. Так вот, знаете, женщины, дорогие мои, точно так же, как для вас очень трудно иметь всегда хорошее настроение, точно так же мужчине очень трудно быть всегда внимательным. Потому что точно так же, как женщине настроение, это аскеза, иметь настроение для женщины, это аскеза большая, иметь хорошее настроение. Точно так же для мужчины колоссальной аскезой является быть внимательным. Особенно, когда он устал и пришел с работы. Ему тяжело быть внимательным. У него на это нет сил. А женщина, которая привязана к мужу, к своему, к мужчине, она как воспринимает его невнимательность? Все, значит, ты в чем дело? Она ему говорит. Почему ты невнимателен ко мне? Он говорит, слушай, я так устал с работы, прости, вот я не могу как бы. Она говорит, мы все устаем. Но надо быть внимательным. Понимаешь? Я же не говорю, устал ты или не устал. Я тебе не об этом говорю. Я тебе говорю о внимательности. Смотри, то же самое. Мужчина подходит к ней и говорит, почему у тебя такое плохое настроение? Она говорит, у меня сегодня вот такое настроение, ничего не могу сделать. Нет, извини меня, ты можешь что-то сделать, если закончишь. Видите, почему человек так не понимает другого человека? В чем причина? Смотрите, внимательно послушайте меня. Вам интересны лекции, нет? Внимательно послушайте меня. Причина как раз та, которая разрушает наше счастье в нашей жизни. Эта причина от нас не зависит. Она возникает сама по себе в нашей жизни и сама по себе раскручивается. Эта причина называется привязанностью или желанием естественным образом постоянно, само собой, испытывать счастье от близкого человека. Все. Постоянно, само собой, независимо от обстоятельств. Почему эта вещь возникает? Потому что у нас внутри есть эгоизм, который мы должны научиться распознавать. Вот смотрите, вы сейчас придете домой, допустим, мужчины, постарайтесь не сильно зацикливаться на том, какое у жены настроение. И вы заметите одну вещь, колоссальную. Впервые в жизни вы поймете, что вы полностью подчинены настроению жены. Вы будете пытаться, когда у жены плохое настроение, быть счастливым в доме. И вам будет это очень трудно сделать. Почему? Потому что никогда вы не пробовали не зависеть от ее настроения. Всегда вы пытали, всегда вы жили в зависимости. Почему? Потому что мы даже не пытались работать над собой. Мы просто живем тем, что нам Бог дал. А если не дает, мы бунтуем. Почему все ругани-то? Вот давайте возьмем теперь, почему мы ругаемся. Вот возьмем, почему возникает скандал в доме. Есть только одна причина. Только одна. Причина заключается в том, ты мне не даешь то, что мне надо. Или наоборот. А ты мне не даешь то, что мне надо. Вот и все. А это что называется, означает? Привязанность, мои хорошие. Что значит привязанность? Привязанность – это спонтанное, неосознанное желание тянуть энергию любви из другого человека. Все. Желание тянуть энергию любви из другого человека. Называется привязанностью. Теперь, что надо делать, чтобы быть счастливым? Первое, надо что понять. Что близкий человек не предназначен для того, чтобы отдавать мне энергию любви. Это иллюзия так думать. Если кто-то думает, что женщина, вот рядом с тобой женщина находится, она предназначена для того, чтобы тебя наслаждать, ты ошибаешься. Веды говорят, ровно столько энергии наслаждения, сколько ты от нее испытал, столько ты получишь привязанности в своем сердце, которая вызовет потом у тебя страдания. Какие страдания? Очень просто, смотрите. Очень простой вариант. Я привязался к хорошему настроению жены. Что это значит? Значит, завтра оно тоже должно быть хорошее, а оно у женщины меняется. Все. Завтра, значит, я буду мучиться рядом с этой своей женой. Буду страдать из-за этого. Что я привязался к ее любви. Все. Если я привязался к сексу с ней, значит, будет от секса страдание идти. Потому что не бывает никогда наслаждение одинаковым, понимаете? А я хочу того же самого завтра. Это называется привязанность. Почему все скандалы возникают? Потому что привязанность вызывает боль, сильную боль в сердце человека. Хочет он этого или нет? Привязанность вызывает боль. И она возникает сама по себе. Мы просто приходим домой, и у нас уже возникает привязанность, а потом она рождает боль. Почему рождается боль? А потому что мы не получаем, само собой, то же самое завтра. У мужчины меняется возможность дарить женщине внимание и защиту. Иногда мужчина защищает женщину, иногда нет. По своей судьбе у него бывает разная возможность. У женщины бывает разная возможность любить. Сегодня у ней больше силы, завтра меньше. Но когда человек привязанность, он всегда хочет одинаковую силу любви. Ему не надо меньше, он не может уже меньше терпеть. Ему надо столько же. Теперь взять и детей. Смотрите, то есть мы наслаждаемся детьми. В это время, когда мы ими наслаждаемся, дети что делают? Они начинают привязываться к такому состоянию родителей. И раз они привязались, что они дальше делают? Начинают эксплуатировать родителей. Допустим, мама не делает так, как мне надо. Я начинаю капризничать. Что я делаю? Закрываю краник. Вот как сделать так, чтобы маму контролировать? Мама, допустим, у меня есть как ее контролировать? Допустим, она не дает мне конфетку. Что я делаю? Краник закрываю. Вместо наслаждать я начинаю плакать. Она, ой-ой-ой, конфетку сразу. Почему? Потому что она привязана. Она не хочет без краника, без этого счастья жить. Она сразу, раз, раз, раз успокоила. Называется баловать ребенка. Что значит баловать? Это значит все время хотеть наслаждаться энергией счастья, которая исходит из него. Что значит воспитывать ребенка? Не зависеть от этой энергии счастья, которая от него исходит. Не зависеть. А как же жить тогда с ним? Очень просто. Смотрите. Вы свой экзамен сдаете перед ребенком. Делайте его хорошим человеком. И счастье приходит само. Видите, веды говорят, что человек должен жить не для наслаждения, а для экзаменов. То есть экзамен сдал, ребенок стал хорошим, наслаждайся. Нет проблем. Не стал ребенок хорошим, повремени с этим. Не балуй его, не наслаждайся им, пожалеешь. Понимаете, да? Вот стоит перед тобой жена. Что нужно сделать? Нужно, смотрите, как должен настраиваться мужчина. Он должен настраиваться на то, что является проявлением любви. А не на то, что является проявлением наслаждения. Допустим, он подходит к жене с целью раскрутить ее на хорошие эмоции. И он говорит, как на тебя настроение? А у ней не раскручивается ничего, потому что у ней нету невозможности его сегодня радовать эмоциями. И она смотрит на него. Давай завтра поговорим. И он продолжает. Почему? Ну надо же раскручивать, иначе счастья же нет. Он зависим от счастья, от энергии женщины. И он подходит, ты что сегодня мне приготовишь? А ей, когда настроение нет, вообще готовить не хочется. Глаза бы не видели эту сковородку. И она говорит, не знаю. И он подходит. Я на тебя пахал сегодня. Ну пахал. Я тебе жизнь твою отдаю. Ну отдаешь. Почему ты не можешь мне приготовить нормально, с любовью, скотина? Видите? То есть, почему скандал возникает? В чем причина? Потому что мы хотим наслаждаться присутствием близкого человека, а краник закрывается в какой-то момент. И теперь, если задать вопрос любой женщине, почему она закрывает краник? Она хочет это делать или нет? Нет. Просто у нее иногда есть силы любить, а иногда нет. А если я вам сейчас скажу, женщины, по секрету, ваш секрет, хотите, я сейчас раскрою? А иногда у женщин на несколько лет может закончиться сила любить. Краник иногда у человека закрывается на месяцы, а то и годы. А? Что? Связано с тем, что вам энергия любви не принадлежит. А у мужчины иногда краник, вот эта благодать, которая с него идет, да, там зарплата, все там, защита, она может тоже закрыться. Мужчина может несколько лет не приносить благодать в дом. И вот с этого момента начинается то, как мы на самом деле друг друга любим. Вот когда мужчина сказал, готов без рук, без ног жить, пока он не увидел такой свою жену. Когда он увидит, будет реп хуже чесать. Может быть и не будет. Может быть он такой человек, я не знаю. Но чаще всего так бывает, знаете. Я знаю людей, которые готовы терпеть недостатки в своих женах. Это очень возвышенные люди. По факту очень возвышенные. Я просто имею личный опыт отношений с такими людьми. Когда телесные недостатки в жены есть. Или, допустим, у меня есть один знакомый, друг один есть. У него жена, он взял слепую женщину, жены слепую. Он очень возвышенный человек. Он всю жизнь занимался духовной практикой серьезно. Жил в монастыре долгое время. Он взял просто жену слепую, взял себе жены. И разок он мне звонит и говорит. Слушай, я так устал. Мне девушка одна понравилась. Я, наверное, не буду лицемерить. Вот, ну, как бы сам себя мучить не буду. И я, наверное, с ней буду жить. Он так мне позвонил и сказал. Друзья, я говорю, ну, а зачем ты ее брал? Я же тебе говорил, не надо такие аскезы. Ты не выдержишь? Зачем? Он говорит, ну, я думал, что справлюсь. А так чувствую, что нет. Устал вот от такой жизни. Слепым человеком очень трудно жить. Хочу счастья семейного. То есть наслаждаться хочу женской энергией. Чтобы она на меня смотрела, улыбалась. Знаете, как женские глаза? Они такие играют, двигаются. Они такие красивые. Они им очень приятно. Много наслаждения приносят. Если их не видеть, то как? Вот у других играют, двигаются у жен. А у меня не играют, не двигаются. Нет счастья такого, как у других. Тяжелее жить. Я вам сейчас расскажу про эгоизм. Как он работает. Как он глубоко в нас сидит. Даже в возвышенной личности. Я вам поговорю про возвышенного человека. Вы сейчас убедитесь в этом, что это возвышенный человек. Потом, через некоторое время, мы созвонились. Он говорит, я уже начал строить отношения с этой девушкой. С другой. Потом, через некоторое время, я перестал с ним контакт иметь. Все. Как бы я больше с ним не созвонился. Думал, ну, раз ты так хочешь жить, я в этом не участвую. Я тебе друг, я не хочу участвовать в этом. Нет ничего тебе сказать. Я не могу тебе сказать, что ты прав в жизни. Что у тебя будет сладкая жизнь дальше. Не могу тебе сказать. Ну, прошло немного времени, я узнал от друзей, что он остался со своей женой. И я тогда позвонил, говорю, а как это вообще так тебе удалось? Он говорит, ты знаешь, просто мне наставник сказал, живи со своей женой. Я помучился, пострадал, покряхтел и решил жить с женой. И потом я начал испытывать счастье уже. Сдал экзамен сначала человеку. Не наслаждаться энергией счастья, а дарить. Это очень сложно, понимаете? Вот так кажется, ой, я могу, нет проблем. Ничего подобного. Ведь проблема ведь заключается в том, что мы берем кота в мешке. Мы думаем, я взял источник счастья. Девушка такая красивая, молодая, вся из себя, все классно. Думаю, о, я источник наслаждения взял. Вечного наслаждения себе. И он еще не знает. Он еще не знает, этот человек, многих вещей. Первое, чего он не знает, что любая девушка очень сильно связана со своими родственниками. Ты не только жену взял, ты также ее мать взял. Ты взял ее отца, себе брата, с которыми она очень тесно связана. Ты этого еще не знаешь. Скоро узнаешь об этом. Это только начало, понимаете? Что она связана со своими родственниками. Это только начало. Он еще не знает, что из нее также что-то вылазит все время. Что-то новенькое, понимаете? И что вылезет, непонятно. То ли нормальный человек родится, то ли урод. Никто не знает. Никто не знает, то ли больной, то ли здоровый. То ли психически нормальный, то ли психически ненормальный. Что из нее выйдет, он не знает. А сначала такая красивая вся, стройная, красивая сначала, а потом родственники раз, вылазит два, и столько трудностей. Понимаете? Красота женщины — это просто приманка. Приманка к чему? К судьбе. Потому что дальше из нее карма полезет. Какая? В виде чего? В виде родственников, в виде детей. В виде много чего вылезет карма и будет тебя душить. А так как это твои уже родственники становятся и дети, то тебе придется это все принять. Я сейчас почему так говорю сурово? Потому что мы должны знать, что семейная жизнь — это испытание, а не просто наслаждение. Ведь когда человек девушку красиво увидит, такая стройная, красивая, столько в ней счастья и любви, он еще не знает, что это просто приманка. Ведь будет что-то и другое, а не только вот это. Да, будет и много другого. И ее красота тает с каждым днем. Он тоже об этом не знает. Он не знает, что с возрастом у нее меньше будет красоты. Что же тогда, не жениться? Вопрос. Жениться. Потому что женщина с возрастом красоту свою меняет. Она становится более глубокой, чистой и светлой. Если женщина живет правильно. И поэтому мужчина, когда он с возрастом понимает, кто такая его жена по-настоящему, что это за человек, когда они правильной жизнью вместе живут, в этом случае, несомненно, он будет любить ее в тысячу раз больше. Несмотря на то, что лицо уже не такое красивое, как раньше. Пытайтесь понять эту вещь, что жизнь человеческая должна углубляться. Она не должна быть внешней, как это в фильмах нам показывают. Люди должны научиться относиться друг к другу глубже и глубже, потому что возраст становится старше. И внешне люди теряют. Мужчина теряет свою силу физическую, волевую, половую. Мужчина все это теряет. Женщина теряет красоту, мы все теряем. Но душевная сила, она увеличивается. И когда люди проживают друг с другом долгую жизнь, когда они способны начинать друг друга понимать. Вот смотрите, я вам объяснил самую первую стадию жизни, когда мы просто наслаждаемся друг другом, означает привязываемся. Привязываемся означает, мне не нужно знать этого человека и понимать. Мне нужно от него только счастье. Понимаете, это разные вещи. Потому что если тебе нужно понимать человека, тогда уже счастье не придется испытывать. У женщины внутри столько трудностей. Внешне она очень красивая. Но внутри у нее столько трудностей, столько проблем, столько страданий. Тебе это надо или нет? Нет, тебе это надо? Мужчины чаще всего не хотят на это смотреть. Они хотят смотреть только на то, что из нее красиво исходит. Но если женщина сама по себе, она смотрит на себя, она же знает, что у нее много трудностей. Она очень чувствительная. Она очень обидчивая. Настроение постоянно портится. Психика неустойчивая. То одно кажется, то другое. Как жить с этим совсем невозможно. Ну то есть она знает, что ей очень тяжело. Ей очень тяжело жить в этом мире. Она знает об этом. И у женщины очень здоровье тяжелое, плохое. Почему? Потому что чувствительность очень высокая. То там болит, то там. Я вот за 20 лет практики своей медицинской понял, что у женщин есть три стадии развития заболеваний. Первая стадия больна. Вторая стадия очень больна. И третья стадия вдова. То есть муж умер уже, а она все еще больна. Это не ужас, это нормально. Просто говорим мы сейчас не внешнюю вот эту вот сторону смотрим, а внутреннюю. Что женщине внутри трудно. И кто эту трудность-то должен победить? Мужчина.